Утро в ресторане Марк и Лев пахнет по-особенному. Секреты приготовления завтрака по стандартам европейской кухни студентам Тобольска многопрофильного техникума сегодня открывает шеф-повар Дамир Хамзин. Сегодня мы готовим завтрак. Это будет круассан с гуакамоле, со слабосоленым лососем, с яйцом пашот, с голландским соусом. Сегодня мы показываем им такие базовые техники, как правильно делать голландский соус, как правильно варить пашот. Самое главное в приготовлении любого ресторанного блюда – это любовь к профессии и нежное отношение к ингредиентам. Голландский соус мы готовим на водяной бане. Нам понадобятся желтки, растопленное сливочное масло. И надо интенсивно перемешивать его, чтобы он не превратился в омлет. Держать высокую марку Марку и Льву помогает прежде всего коллектив профессионалов. Свою большую семью они активно приглашают и молодежь со студенческой скамьи. Возможно, это будущие кадры. У нас в ресторане уже работают ребята из этого колледжа. Молодцы. Ребята занимаются на втором курсе. Те, которые уже очень успешно сдали экзамены, сейчас они, как лучшие студенты, отобраны для участия в мастер-классе. Это уникальная возможность повысить свои профессиональные качества, разнообразить. Вообще уроки обычные для того, мастер-класс, вообще это чудесная возможность для того, чтобы показать себя даже в дальнейшем на практике, на которую нас сюда потом приглашают. Под руководством шефа ребята схватывают на лету, умело режут, сбивают, сервируют. У профессионалов приготовление этого блюда занимает чуть больше пяти минут. Второкурсники пока справились за 20, но, по словам специалистов, это хороший результат. Кровосанфо совсем готов. Приятного аппетита. Завтрак в ресторане вселяет в молодежь уже совсем другие эмоции и задает настроение на день. Мне кажется, тут как-то интересно, необычно даже. Вот атмосфера в ресторане. Мне очень понравилось. Повара на кухне, вообще обстановка в целом тоже. Тут прям такие эмоции. Ресторан Марка и Лев планируют провести со студентами серию таких полезных мастер-классов. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.